Здравствуйте! Шаватов и Гутевов. У нас 121-й урок по Мишли. И мы сейчас находимся в главе номер 15 и начинаем 15-ю главу. Вначале я читаю пару предложений по-русски, потом переходим к анализу. Короткий ответ отвращает гнев. Это последнее предложение, он сказали, что он там был. Это я уже не помню. Короткий ответ отвращает гнев, но резкое слово возбуждает ярость. Нет, я не помню, что было в конце. Так вот, говорит Шлома Амеллах. Маанэрах ешив хэма, ведвар эцев и алаф. Ответ рах мягкий, он отвращает хэма. Хэма переводится как гнев, но перевод несколько вольный, я просто не знаю, как лучше перевести. Ведвар эцев, а слово, как он перевел нам здесь, резкое, эцев это твердое слово. Еалэф, оно поднимает гнев. Но хэма и аф, это два слова, которые Ова перевел переводчик на русский язык, как слово гнев. Но на самом деле оно имеет немножко разные оттенки. Начнем с того, как объясняет это Мальбин, а потом двинемся дальше. Мальбин говорит, что есть разница между хэма и аф. Есть разница между понятиями хэма и понятия аф, на русском оба гнев. Хэма – это гнев, который сохраняется в сердце у человека, в хамимут, в эшбээр, в теплом состоянии. И там, как огонь, который горит внутри человека, человек весь из себя изнутри горит и гневается, но наружу это не проявляется. Аф – это другой вид гнева. Гу хакэцефэхитсани – это гнев, который выходит наружу и проявляется снаружи. Аф – он виден, имидгалэ, и он сразу же становится раскрытым. Вэло хэма – хэма нет. Таким образом, это два вида гнева, один из которых означает гнев, который находится внутри и не проявляется, другой проявляется снаружи, а внутри, ну, наверное, тоже есть, но проявляется снаружи. И говорит он, что хэма – гдалами аф. Хэма – она более сильный гнев, чем аф. Почему? Потому что аф – это тот вид гнева, который без хэмы, без того, чтобы выходить наружу, он остается внутри. Вэйнабах сырьет кольках. Но он не очень, ахзари, не очень жестокий. Как отец, который гневается на сына и бьет его в гневе, в своем сердце. Но в своем сердце он его любит. То есть, аф – это то, что выходит наружу, хэма – это то, что остается внутри. Но, когда, например, человек, папа наказывает своего сына, он в сердце продолжает любить его, в сердце глубоко, ну, любит, но глубоко. И говорит, что миши в бамаан и рах, и он его пытается каким-то образом вернуть к раскаянию. И когда человек мягко отвечает, то это успокаивает не только внешние проявления гнева, но даже внутренний гнев, который есть внутри другого человека. Вэйшу фаев лагов – и враг начинает любить того, кто с ним разговаривает. Но давар эцев, ну, такое крепкое слово, шишивши давар лэ ацифа дэда вербо. Когда человек хочет ответить таким образом, чтобы лэ ациф разгневать, опечалить того, кто с ним разговаривает. Это не только, что это не прекращает хэму, но даже поднимает внешнее проявление и желание немедленно отомстить. Что тогда рождается аф – это второй вид гнева, внешний вид гнева, а это накама – это месть. Подобно тому, как аф гашем алла бахэмвы и арок гамышмани, что гнев Всевышнего, он открылся на людей, и он убил согрешивших. То есть, эти же виды гнева на самом деле находятся и во Всевышнем, и в человеке тоже. Поскольку иногда мы можем увидеть в человеке то, как проявляется Творец, поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего. Понятно, что гнев у человека – это отрицательное качество. Но, тем не менее, у акодыш-баругу, у Всевышнего, тоже бывают понятия гнев и понятия хэма. И эти понятия работают так же, как работают в человеке. Но проявляются они немножечко по-разному. Мы сейчас прочитаем, как объясняет это Гаон, и потом попробуем немножко коснуться этого более глубоко. Гаон говорит, что есть разница между понятием гнев и понятием хэма. Аф губа Махшова вадибур. Аф, говорит Гаон, это гнев, который проявляется в мыслях и словах. Вегу гадхалат каас – это начало гнева. Хэма – губа Маасэ. Хэма – это в действии. Вегу сов каас – это окончание гнева, который гневается Всевышним. То есть, это Маасэ каас. Еще раз, как пишет Мальвим, чтобы просто мы видели, одинаково ли они объясняют. Мальвим пишет, что есть разница между хэма и каас. Что хэма – это то, что находится внутри, и оно продолжает гневаться и так далее. Аф – это то, что выходит наружу. Гаон говорит, что аф – это слова и мысли, а хэма – это действия, которые выходят наружу. То есть, лихойра, они объясняют ровно наоборот эти два понятия. И это то, что говорится, что Маанырах, ешив хэма, что легкий такой, мягкий ответ, он успокоит гнев. Шэ – мишив хэма шэшалах лаасот о шэаса. То есть, это возвратит действия, которые уже выходят наружу и уже находятся в действии, когда человек собирается, назовем это так, отомстить или собирается проявить свой гнев. И он это хэму убирает тем, что он отвечает дворим рахим такими простыми или не простыми, но мягкими словами. И это отвращает человека от гнева. Но, когда человек отвечает крепким словом, то это я-леф, то это поднимает гнев. И человек, который говорит такие вот плохие слова и крепкие слова, он ма-леф, он поднимает гнев. То есть, то, что вначале еще вообще не было, он поднимает и сейчас проявляется этот аф. И это то, о чем сказано. Давар ве-я-ле. А раньше говорили ма-не ве-ешив. То есть, есть дибер, говорить, и это я-ле, это поднимет. А есть амар, есть сказал, и это возвращает гнев. Мефоршим на Тору в один голос говорят, что есть такая фраза. Ко дабер эльбне Исраэль ве-йомер эдбейте аков. Когда Всевышний говорит Машир Абейну о передаче Тора, он говорит, так скажи сыновьям Израиля, дабер эльбне Исраэль использует слово лидабер. И ве-йомер эльбейте аков. И скажи бейте акову, говорится слово амар. И амар, и дибер, оба эти слова переводятся на русский язык, как разговор, сказать, говорить, сказать. Но между ними есть некоторая разница, которая говорит, начиная с раши, говорят, в общем, все остановимся на раши, на хумаш. Который говорит, амира, это имри, это вот такая мягкая шерсть, амар, это шерсть, которая есть у овец. Такая мягкая каракулевая шерсть. Скажи бейте акову, бейте акову, это женщина, скажи им амира мягкими словами. Велебне Исраэль, сыновьями Израиля, скажи дворим, от слова лидабер, это слово тяжелые слова, крепкие слова. Дворим кашим кегидин. Слова такие же тяжелые, как жилы. Легагит лидабер, это тяжелый язык, твердый, а леамор, это мягкий язык. Так вот, здесь он говорит, Гагро говорит, что сказано дабер ве-я-але. Словом дабер называется, сейчас, секундочку, маанерах ешиф има ве-дабар-эцев-я-алеав. Дабар, это от слова лидабер, это крепкие слова. Крепкие слова, которые ты скажешь, они поднимут гнев, то есть крепость слов, жесткость слов, оно поднимает гнев. А маанэ, когда он говорит слово маанэ, это ответ, мягкий ответ, он успокоит гнев. То есть глаголы, которые здесь определены, говорит Гаон Мивильна, они указывают о том, что есть мягкий и жесткий разговор. Но объясняет слово хэма и слово аф, они абсолютно по-разному, Гаон и Мальбим. И, соответственно, у них по-разному получается, что имеется в виду. Потому что Мальбим говорит о том, что когда ты отвечаешь мягко, это убирает внутренний, даже внутренний гнев. А когда жестко, то даже внешний гнев проявляется. А Гаон идет ровно по обратному пути. Он говорит, что внешний гнев, хэма, это внешний гнев, его можно, даже когда он уже вышел наружу, его можно успокоить мягким ответом. Но даже тот гнев, который еще не начинался, когда ты начинаешь говорить крепким языком таким, то ты рождаешь этот гнев, и он рождается внутри и выходит через Махшову и Диву. Это два пути, по которым идет объяснение этого пасука. Теперь, то, что я хотел добавить здесь, это когда Амисраэль сделал первую Авейру, сделал Золотого Тельца, то Гакодыш Баругу разгневался на Амисраэль. И Машир Абейну, когда начал молиться, он начал молиться не сразу. Через 40 дней он заходит на горы Синаи и начинает молиться, по мнению Гаона, и начинает молиться за Амисраэль и получает прощение в Йом-Кипур. По мнению Раши нет, по мнению Гаона Раш бы да. Первые 40 дней он не молился, он находился внизу. Я сейчас иду по этому мнению, по Раши будет то же самое, только немножко другой пирож. И говорит Медраж, что когда Гакодыш Баругу прощает Амисраэль, он говорит Машир Абейну, что я тебя благодарю за то, что ты сразу не начал молиться за Амисраэль, за прощение народа Израиля. Потому что ты дал как бы остыть моему гневу. Нужно было дать Ав, который есть в Гакодыш Баругу, немножечко остыть. И Мишна в трактате Перкиавод говорит, что Не умиротворяют, не просят прощения у человека во время, когда он гневается. И то же самое говорит Гакодыш Баругу про себя, что ты не должен был, пока я гневаюсь, начать меня успокаивать и просить прощения. Здесь, на первый взгляд, есть некое противоречие. Почему не начинает ли Фаес умиротворять, просить прощения у человека во время, когда он гневается? Потому что человек, ему нужно выпустить пары, поскольку он сейчас злой. И если сейчас ним начать говорить, все равно никак не поможет, потому что он сейчас хочет всех убить немножечко, остальных покалечить. И поэтому сейчас надо дать ему выпустить пары, покричать немножечко или уединиться куда-нибудь и так далее. Истерика кончится, после этого можно вполне мириться. Это обычно так объясняется, это Мишна в трактате Перкиавод, я думаю, что это объяснение все так или иначе слышали. Это объяснение хорошо и психологически правильно рисует картину большей части населения земного шара. Но она никак не вписывается в Акодыш Барву, во Всевышнего. Потому что сказать, что Всевышнему надо выпустить пары, и поэтому не надо всего... И он просит Машир Абейна, говорит ему, как хорошо-то, что ты сразу не стал просить прощения. Это вещь, которая никак не может быть понятна. Если мы сравниваем человека со Всевышним и говорим, что как человеку надо спустить немножечко свою злость, так и Всевышнему, то не дай Бог такое сказать словами. И поэтому надо понять, что имеет в виду Медраж, который говорит, что Акодыш Барву благодарит Маше, что ты не сразу начал просить прощения и дал выйти моему гневу. Дал лацетлы авшали, моему гневу наружу. Что это означает? Тирус, который я слышал от Рафмойша Шапира Зихрона Леврох, какое-то время назад, он состоял в том, что ав, который выходит от Всевышнего, так же, как и от человека, это вещь, которая необходима как результат Абейра, который сделал Амисреэль. В тот момент, когда Амисреэль сделал Абейру, Всякий, кто говорит, что Акодыш Барву, он миватер, он не обращает внимания, он не реагирует, не реагирует на него в этом мире. Акодыш Барву, он не ватран. Этот мир создан так, что он управляется атрибутом, связанным с атрибутом Мишпад, Ешгаха Пратит, атрибутом Суда, есть частное влияние, и Акодыш Барву постоянно находится, смотрит, что мы делаем, как мы будем еще через одно предложение смотреть, читать. И он смотрит за тем, что делают люди, и он смотрит за тем, в зависимости от того, как делают люди, он Машгех Вапратиюта следит за каждым человеком по отдельности и в зависимости от его поведения, посылает ту Гашпо, то влияние, которое нужно этому человеку в зависимости от того, как он ведет себя в этом мире. Поэтому, когда Амисраэль делает Авэру, то Акодыш Барву не может не обратить внимания на эту Авэру, не может не потому, что он не может, не хочет не обратить внимания на эту Авэру, и на эту Авэру должна привести к гневу по отношению к Творцу. Поэтому этот гнев должен выйти каким-то образом наружу, потому что иначе не будет махилы, иначе не будет прощения этой Авэры, которая есть. То есть, это гнев, который находится внутри, снаружи. Авхэма – это оба термина, которые мы говорим, они относятся ко Всевышнему в первую очередь. К человеку они относятся, поскольку они исходят из Творца, а человек подобен Акодыш Барву в этом вопросе. Поэтому у Акодыш Барву есть гнев, который остается внутри, есть гнев, который остается снаружи. И вот здесь говорит послук Шлома Амелыха, что когда мы хотим лифаес Эдхакодыш Барву, когда мы хотим умиротворить Всевышнего, то в тот момент, когда мы просим прощения, отвечаем легким языком, мягким языком, не начинаем, как обычно, я не знаю, я не хочу никого обидеть, но у меня очень часто происходит про себя, у Райкина было какое-то представление, я уже не помню какое, где он сказал, вот возьмем кого-нибудь из присутствующих, ну скажем, меня. Вот я сделаю примерно так, чтобы никого не обидеть. Когда я знаю, что я сделал что-то не сильно хорошее по отношению к митсвот, то первое, что начинается, первые мысли, это оправдать себя и объяснить, почему я сделал так, потому что, например, я не учился, потому что я был уставший, или я чего-то еще не делал по той или иной причине, оправдать себя, это занимает примерно несколько доль секунды, обычно, когда это происходит. И ты начинаешь сам с собой беседовать и объяснять себе правоту своего явления. Есть такая митсва, такая заповедь. Судить человека лыковсхуд. Всех людей надо судить с лучшей стороны, кроме самого себя. Вот про самого себя эта заповедь никак не сказано. Обычно, я не знаю, как остальные, но я выполняю эту заповедь исключительно по отношению к самому себе. Себе обычно нахожу тьму оправданий. Причем выглядят они, как правило, очень красиво и очень так вот жизнерадостно. Так вот, говорит Шлома Меллах, что когда ты хочешь, знаешь, что ты сделал лавейру, и эта авейра вызывает гнев со стороны Творца. Ни одна авейра не может не вызвать гнев со стороны Творца. Авойда Зойра вызывает самый большой гнев со стороны Творца. Но я думаю, что сегодня большая часть людей не служит Авойде Зойре по тем или иным причинам, мы не будем их обсуждать. Но любая авейра, она расстраивает Всевышнего и рождает внутри него. Аф, Хему, по Мальбиму одно, по Гагро другому. И вопрос, выйдет это наружу или не выйдет это наружу. В тот момент, когда человек начинает говорить Дворим Кашим, когда он говорит Давар Эцев, когда он начинает себя оправдывать и объяснять, почему я сделал то-то и то-то, то в этот момент это выводит Акодыш Бару из состояния отсутствия гнева, в состоянии гнева, который выходит наружу. По Мальбиму, по Гагро, примерно одно и то же. В тот же момент, когда человек начинает Ледобер Балашон Рах говорить мягким языком, то есть не оправдывать себя, а просить прощения, причем желательно не сразу, а через какое-то время, для того, чтобы было время Лахзор Бетшуаль, для того, чтобы было время подумать, что я сделал и каким-то образом изменить поведение. Потому что, как правило, это звучит так, ой, я сделал авейру, извините. Это также между людьми звучит. Так вот это извинение обычно ничего не стоит, должно пройти какое-то время, я не знаю какое. Понятно, что в разных местах разное, мы не будем сейчас это обсуждать, в зависимости от авейра я не могу ответить. Но когда человек просит Балашон Рах у Всевышнего прощения, говоря, что не Медабер, не говорит дворим кашим, я сделал потому-то, потому-то у меня есть оправдание, а говорит о том, что это действительно была проблема, я действительно понимаю, что я сделал и так далее, то это гасит тот Аф и Хема, те два вида гнева, которые есть внутри Творца. Это пшат, гапашут этого пасука, поскольку пасук говорит не только об отношениях между людьми, но, безусловно, о Афе, который в Геморе рассматривается. Гемора в Недориум объясняет, как Маширобейн ликвидировал Аф в Ихема Всевышнего, два вида гнева Творца. Барахте беглаляв в Итума, говорит пасук. И вот Маширобейн объясняет эту вещь, поэтому в первую очередь нам нужно увидеть, как это относится к Бен Адаму Ламаком, и, естественно, кроме между человеком и Всевышним, шадо пашут пасука никуда не девается, поэтому здесь говорится также про заповедь Бен Адаму Лахаверо, каким образом надо гасить гнев своего товарища. Но гасить надо не больше отказу, не по отношению ко Всевышнему, не по отношению к человеку. И не только потому, что пока он гневается, он тебя не слышит. Акодышбору слышит, и когда гневается, точно так же. А просто результат Аверы должен быть как-то произведен. После чего можно лимхоль, Акодышбору может лимхоль, и ты можешь стереть эту Аверу с лица земли. Окей, следующий пасук, который говорит, второй пасук, Язык мудрых превозносит знания, а уста глупых высказывает глупое. Попытаемся прочитать это на другом языке. Лашон хохомим. Язык мудрецов. Тейтиф. Даат. Он делает даат лучше. Даат – это понятие знания. Упи ксилим. А уста ксилим – это один из видов глупцов. Он ебе эвелет. Он из него вырастает. Другой вид глупости. То есть, один вид глупости, которая находится внутри человека, когда она начинает высказываться, она рождает другой вид глупости. Думаю, что сейчас мы разберем эти два вида глупости постепенно, но начнем с Мальбима, чтобы я сразу не рассказывал. Говорит Мальбим. Лашон хохомим тейтиф даату пиксилим ябе эвлат. То есть, язык мудрецов, она улучшает, делает лучшим понятие даата, знания, а слова глупцов, которые они раскрывают, они рождают, приводят к действию вторую глупость. Я уже объяснял, говорит Мальбим, что даат, слово даат, оно относится к тем мусагим, к тем понятиям, которые чувствуются ощущениями или которые выясняются посредством ясного знания, как будто бы они даны в ощущениях. То есть, ничего не сделать со своим прошлым образованием, очень мешает на самом деле. Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Так вот, Легавдиль. Так вот, дат – это когда человек получил информацию сверху, продумал ее, обработал ее. После этого, когда эта информация вошла в него настолько и была обработана настолько, что он сделал из нее какие-то выводы и так далее, то она становится частью существования, частью жизни. Если говорить на уровне сферот, откуда возникают эти понятия, то есть три верхних сферы, которые называются Кетер Хохмобина или Хохмобина-Дат по-разному. Возьмем Хохмобина-Дат. И семь нижних сферот, которые являются уже медот, уже качествами, через которые все раскрывается. Первые три, они вынесены отдельно, они более высокие сферос. Они называются мохин, они называются разумом, мозгами. Остальные – это качества. Так вот, Дат – это то, что связывает полученную информацию, обработанную, связывает с качествами. Когда человек, возьмем человека, когда человек на основании того, что он продумал, знает, и то, что у него находится в голове, тело его работает на основании только того, что ему известно и понятно. И это становится для него настолько очевидным и ясным, что он не может действовать никак иначе. То есть, Дат – это хибур, который соединяет знания и действия. Если перейти на красивый язык лозунгов, то Дат – это то, что связывает нишма с наасе. То нишма, которое сделаем, услышим, которое было во время дарования Торы, Тору, которое услышали, приводит в действие посредством митцвод делой тело любого человека. Внутри Акодыш-бургу – это то же самое, как его знания приводят к действиям, к качествам, и внутри человека это проявляется именно таким образом. Поэтому, теперь возвращаемся к Мальбиму. Что говорит Мальбим? Он говорит, что я уже объяснял, что да, он относится к тем вещам, которые уже находятся на уровне ощущений, на уровне чувств, на уровне качеств. Или, которые настолько ясно выяснены и прояснены, настолько ясным знанием, что они уже начинают чувствоваться в ощущениях. То есть, это и есть то, что говорит Мальбим, это и есть связь между знанием и ощущением. Хохма – это то, что принято, и в ней нету каких-то ощущений ясных. И ощущения хохму нельзя ощутить, ее нельзя почувствовать, попробовать. Да, отможно. И тем не менее, слова мудрецов, хохамим, они приводят к тому, что они улучшают и делают дат более ясным, более четким, более хорошим. Лошон ми цаен гадавар гаттвуни. Этот язык, слово лошон, он объясняет, имеется в виду лошон хохамим, язык мудрецов. Слово язык здесь указывает на некое основа разума, основа размышлений. Человек говорит лошон, это внутреннее речение. Оно связано с хорошо продуманной вещью. Пи обычно в Танахе это речение более внешнее. Знаете, такое импульсивное высказывание. Так вот, если будет говорить с мудростью, то этот дибур, продуманный дибур, он становится ясным у человека и тогда эта твуна, бина, твуна, разум, организованность, продуманность, которая происходит, она возвратится и превратится в атрибут, который называется дат. Уже сказано сверху, что мудрецы, они, мудрость, она наблюдает за знанием, она как бы сверху раскрывает знания. И это то, что сказано в Мишле, тетив даат, что она делает даат хорошим. Однако, когда говорит, басафахи цанит, когда люди говорят внешними высказываниями, непродуманными, то яосезер загав савив вейспену деврейгам, то они украшают каким-то золотом, украшают вокруг и прячут за них свои слова, что об этом сказано свадхахомим езуру даат, что язык мудрецов он украшает даат, но Ксиль человек глупый. Несмотря на то, что он Ксиль это тот человек по Мальбиму, так Мальбим объясняет, что это тот человек, который принял законы мудрости, законы Торы, но его Таева преобладает над ним, его желание покушать запрещенное, втупить запрещенное в связи, сделать запрещенную вещь. Понятно, что Таева может быть всем чем угодно, в том числе люблю повеселиться, особенно поспать, пожрать и так далее. Человек может просто захотеть спать и несмотря на то, что он понимает, что ему надо сейчас делать митсвы, асэ и лото асэ, то в это время желание спать преобладает над ним и никакое знание и понимание может не сработать здесь. Так вот, он говорит, что Ксиль это человек, который понимает, что такое законы мудрости, но при этом законы хохмы, но при этом его Таева пересиливает его настолько, что он начинает вкладывать, ему же надо какое-то самооправдание. Я думаю, что каждый из нас знает, что когда мы хотим что-то нехорошее сделать, то первое, что мы делаем, мы оправдываем в себя. Поэтому первое, что он делает, он вкладывает сфекот сомнения в законы мудрости. А это называется другой вид глупости. Есть глупость Ксиль, которая идет на подчинение Утаевы, а есть и Велот, глупость от слова Авель глупый, которая идет по другому принципу глупости, когда он не понимает то, что говорит хохма, он не воспринимает хохму, потому что в каждую вещь, которая связана с хохмой, он вкладывает энное количество сфекот, сомнений, которые есть. И подобный человек Ксиль не разговаривает ни сафой, ни лошоном, ни одним из внутренних языков, которые связаны с проявлениями атрибутов твуна и да, от разума и знания. Потому что Ксиль не может этого понять. Но его уста, они высказывают и Велот, ва свекот, они высказывают сомнения просто от глупости, от того, что ему хочется сказать, что, а может быть, это не имеется в виду. И я уже писал, что уста всегда показывают на Дибурбе хохма. Слово это всегда Дибурбе хохма. Это всегда разговор, речь, которая связана с хохмой, но с мудростью. Лаумадзе, это слово мудрость хохма, бинах мудрость, да, я не знаю, как их переводить. Лаумадзе, напротив этого, когда человек говорит Эвлот, говорит глупость, то это иднагдута ля хохма, это то, что противоречит хохмы. Маккор Эвлота, источник вот этих сомнений, этой части глупости, он находится не в Сфатаем и не в Лошоне, которые оба высказываются, относятся к двум более внутренним способам разговора. А пив, уста, вот эта вот часть, это совсем внешне, оно не находится в сердце, потому что Эвелит ксилим мерва, потому что это самообман, который делает человек, что в сердце он на самом деле не сомневается в правильности Торы, в правильности мудрости, но из-за тех или иных причин, либо из-за того, что он ксилим, но из-за двух видов глупости, тайва и желания постоянно задавать вопросы, глупые имеются в виду вопросы, то он приходит к тому, что он начинает отрицать хохмы и его даат полностью исчезает. Теперь прочитаем еще раз само предложение и увидим, как оно звучит по мальвиму. Язык мудрецов, он делает даат лучшим, а внешние слова глупцов, они приходят ко второму виду глупости, которые рождают свекот, которые рождают сомнения. Теперь посмотрим, как Гагро очень коротко комментирует этот кусочек. Он говорит так, что Пируш, объяснение, что лошанам мипигам эт даатам шиедим ваамрим баишу вгада давар давур аль афанав. Он говорит, что здесь надо, наверное, посмотреть, давайте на секундочку перепрыгнем и откроем 25-й Мишли, 11-й пасук. 25-я глава, 11-й пасук книги Мишли, поскольку он нам может помочь немножко. Он говорит, Шлома Мелых говорит здесь так, момент, Тапухейзагав, золотые яблоки, бе маскиот кейсов, они находятся в серебряных оболочках, давар дуб, давур аль афанав, и вещи, которые говорятся про их офен, про их характер. Говорит Гаон, что имеется в виду? Он говорит, что так же, как золотые яблоки, они покрыты серебром, чтобы человек, который их видел, смотрел на них невнимательно, он не увидел ничего, кроме серебра и не заметил золота под ними, но человек, который рассматривает их внимательно, соскабливает немножко и так далее, то он видит, что под серебром есть золото. Так же, человек, который говорит слова аль афанав, то есть, слова, которые относятся к Торе, и имеется в виду к Торе, пардес Торе, то есть, пшат, ремеш, драж, сот, всем четырем уровнем познания Торы, человек, который говорит, что он всегда, человек, который настоящий мудрец, говорит одновременно на всех четырех уровнях, то есть, раскрывает все четыре уровня, все четыре офана изучения Торы, то есть, когда он говорит какую-то простую вещь, и она абсолютно верная, то она верна не только пшат, не только в простом понимании, но и альпизод, но даже по скрытому пониманию Торы, и это то загав, который я говорил раньше, и это то понятие загав, золото, о котором я говорил, что серебро, оно нужно для всех трат, то есть, когда у человека есть серебро, то он может его потратить на любые свои нужды, купить на него мандарины, но золото, оно нужно человеку только для очень дорогих вещей, то есть, в нем нуждаются богачи, также пшат, пшат Торы, он нужен абсолютно всем, но сот Торы, он нужен только к дойлям, только самым большим рабоням, это то, что он говорит, теперь давайте с помощью этого пасука попытаемся понять, что нам сказано здесь, говорит Гаун Мивильно, что язык мудрецов он делает лучшим знанием, слово язык объяснения, это даат, то есть, те люди, которые знают и говорят Баишу в даат, которые говорят со спокойным даатом, успокоенно, умиротворенно, то они говорят слова, которые касаются всех четырех уровней, и тогда посредством их высказывания виден тоф их дата, виден полноценность их знания, аф едут оф, эйх едут оф, насколько они знают это тоф, но к силям, то есть, настоящие мудрецы, которые владеют всеми четырьмя уровнями Торы, то когда они говорят что-то одно, то в смотревшихся в их слова мы можем увидеть, что там содержатся все четыре уровня, все четыре офена, все четыре раздела, которые могут быть в Торе, и все четыре гармонично слитого едино, но к силям, к силям это люди глупцы, не только то, что они говорят и вэллот, и вносят какие-то сомнения, и говорят глупости, из-за того, что они не знают, но даже это они не говорят боешудат, даже то немногое, что они говорят неправильно, они говорят не боешудат, не умиротворенно, не продуманно, не закончив размышления на эту тему, и поэтому из их слов вырастает глупость, и это то, что говорит, что они устами выводят из себя какие-то глупости, сейчас Гаон переводит этот пасук в понятие Толмуд Тора, в понятие изучения Торы, и говорит, что есть разница между разными людьми из тех, кто говорит слова Торы, есть люди, которые говорят начнем с конца, очень быстро, они услышали какой-то вопрос, им показалось, что они поняли, они не дав себе труда задуматься, поразмышлять и так далее, они тут же говорят какую-то вещь, которая помогает проявиться их незнанию, и даже то, что они в общем поняли, и могли бы произнести правильно, если бы они дали себе труд подумать немножко поразмыслить и правильно изложить эти вещи, то поскольку они, мувгалим, они хотят все это сделать, бы позизут в скорости, быстро покричать на эту тему, то в этой ситуации они проявляют ошибки, которые рождаются в их понимании, но настоящие хохомим, когда они разговаривают, то они продумывают свою речь настолько, что из нее вытекает все четыре дороги, все четыре уровня понимания Торы, то есть, Тора, которые они говорят, она находится в Эпхинат Дат, она находится в атрибуте Хибура, соединение, их действие соединяется со словами, они постоянно находятся в соединении с Торой, и когда они говорят эти слова Торы, то в них можно увидеть все уровни, и видно, что это их хохма, оно украшает, улучшает их Дат, и раскрывает его совершенно полностью, то есть, здесь будет раскрыто и то, как надо делать митцвот, и детали этой митцвы, и смысл этой митцвы, и детали, как в разных ситуациях эта митцва может меняться, это то, что говорит Гаон относительно этого пасука, таким образом получается, что они, Мальбим и Гаон, учат этот пасук немножко с разных сторон, Мальбим говорит о том, как работает в одной плоскости, Гаон в другой, я не думаю, что это махлок, если что здесь есть какой-то спор на эту тему, поскольку то, что говорит Мальбим, он говорит о том, что дат должен дойти до состояния, когда его можно пощупать настолько явным проявлением, что оно становится понятно и ощутимо, Гаон же говорит о том, что когда человек по-настоящему проявляет свой дат, он проявляет это на таком уровне, что видны все оттенки, все уровни и так далее, дата. Мне кажется, что они очень близки, но подходят с разных сторон к этому вопросу. Следующее предложение, которое у нас есть, предложение номер три, оно говорит так. На всяком месте глаза Всевышнего видят злых и добрых. В принципе, он перевел очень близко к тексту. Беколь маком во всяком месте Эйней Гошем глаза Творца Цафот они наблюдают, смотрят на Раим Ватамим на злых и добрых, на плохих и хороших. Говорит Мальбим, что имеется в виду, что также даат Рабим, что многие люди считают, что Гашгоха Немшехет Ахраи Гасейхель, что Гашгоха Всевышнего наблюдения Творца идет вслед за разумом и вслед за Маасим Тавим, и вслед за хорошими действиями. Гагамши Мацану И мы видим, что Всевышний скрывает свое лицо от зла И всматривается он в тот Амаль, в тот труд, в ту службу Творцу Беколь за тем не менее знай, что глаза Всевышнего они всюду. То есть, я думаю, что имеет смысл дочитать, потом осудить. Имеется в виду, что несмотря на то, что в соответствии с Циюром, с картиной, которую мы рисуем, что Всевышний смотрит из какого-то места, которое называется Кадош. Как мы воспринимаем наблюдение Творца? Мы воспринимаем, что Всевышний смотрит из какого-то отделенного места, и он там наблюдает наружу и видит все. О мимаком, о эль маком. Либо он с этого места смотрит, либо всматривается в другое место. И это называется хашгаха протит. И это называется частное всматривание. Влияние, соответствующее тому наблюдению, которое он делает за каждым человеком. И мы говорим, что это место, И этот человек, он отделен, он отдельный, по отношению к той хашгахе, к тому влиянию, которое к нему относится. И это место, этот человек скрывает лицо от нас, и не смотрит на них. То есть, Акадыш Барху скрывает себя от самого человека, за которым он наблюдает, и за тем местом, на которое он смотрит, и не всматривается. Но, в соответствии с хашкофой, мы должны понять, что все создание, это и есть глаза Всевышнего. Всевышний не смотрит с какого-то места отделенной, он находится внутри создания. Он наполняет весь мир. И все приготовлено таким образом. И любая природа, и любая система, производная, она полна взгляду Всевышнего. И вся природа является шлухей хашгаха. Она является посланниками вот этой хашгахи Всевышнего, которые смотрят на каждую вещь, которая делается. Вээйн хоших, вээйн цалмэвет. И нету темноты, и нету мрака, чтобы скрыть какое-то действие человека или какой-то грех. Потому что глаза смотрят вокруг на всякое место. И они смотрят на плохое и на хорошее. И все приготовлено для того, чтобы дать хишбон, для того, чтобы дать расчет. И смотрит он на будущее, включая будущее. И также смотрят эти глаза, о которых мы говорим, что это глаза хашгахи, на будущее, независимо от того, хорошее оно или плохое. И все соответствует влиянию Всевышнего, и все наполняет, и это влияние наполняет все места. Так объясняет Мальвим этот кусочек. Я прочитаю Гаона, а потом хочу немножечко здесь остановиться. Интересно, успею следующий пасук или нет. Говорит Гаон, что во всяком месте находятся глаза Всевышнего, которые наблюдают за плохими и за хорошими. Объяснение. Аль-Я-Алеба-Датха, не подумав своим дать и сказать, что Всевышний Бор-Гу, Всевышний Богославян не смотрит на плохих. Потому что слова, глаза Всевышнего только на чистых, только на чистоту. Об этом говорит Шламо Амелых, что во всяком месте и на хороших, и на плохих смотрит Творец. Первое объяснение. Лихойра, его пшат, его простое объяснение того, что говорит Гаон, говорит о том, что человек не должен думать, что если я сделаю какую-то Аверу, то Всевышний не будет за мной наблюдать, потому что ему приятнее, и он не связан с нечистотой, с грязью, в которой я нахожусь. А он будет наблюдать только за Тадиким, нет, за мной он смотрит точно так же, и ни одна Авера не пройдет мимо взгляда Творца. Давар Ахер, другое объяснение. Что такое Бехоль Маком в любом месте? Шаали Пале Бейнейх, что пусть не будет тебе кажется удивительным в таких глазах, Мадуа Дерих Рашоем Цалха. Почему пути, по которым ведут Рашоем, настолько успешны? Потому что знай, что во всяком месте следят глаза Всевышнего. И Всевышний смотрит издалека, то есть Всевышний смотрит на результат, на цель и добавляет и к добру, и к злу. И из-за этого он дает добро и знает, что из-за этого произойдет, например, есть Раша, которому Всевышний посылает добро, потому что он знает, что от него родится хорошее зеро, хорошее семя, хорошие потомки. Или наоборот, он убирает кого-то из этого мира для того, чтобы дать ему удел в будущем Мидии. И это то, что называется награда за часть вещей хороших, которые он сделал. То есть Гаон идет совершенно по иному пути, чем Мальбин. И если Мальбин объясняет, что взгляд Всевышнего, он одинаково на плохих и на хороших, и не скажи, как некоторые люди могут подумать, говорит Мальбин, что Всевышний смотрит издалека с какого-то места. Нет, он наполняет все и вся. Поэтому там, где есть зло, там тоже находится Всевышний. Поэтому ничего от него не скрыто, за всем он наблюдает, и он находится всюду одинаково. Хотя мы его не видим, он от нас скрывается. То Гаон идет совершенно иного пути. Он говорит, что человек может подумать, первый пируш, что Всевышний наблюдает только за добром, а зло, поскольку ему неприятно, то он старается его не видеть. Первый комментарий закончился. Это не так, говорит Гаон. И второй комментарий, что у человека могут возникнуть мысли, как получилась такая нелепая ситуация, которая получается, что человек видит, что Рашо им, нечестивцы, они выигрывают в этом мире, они в этом мире получают много наград и так далее. И у него могут возникнуть мысли, что Всевышний не наблюдает за нечестивцами, не видит Ра. Нет, говорит, он видит так же добро, как и зло. А то, что тебе кажется несправедливым и непонятным, то есть причина для этого. Либо из этого зла должно родиться добро, поэтому Всевышний его подкармливает, либо этого зла не должно родиться добро, но в нем, внутри этого зла было что-то хорошее, Всевышний дает награду вместо награды в будущем мире, для того, чтобы лишить этого человека в награде в мире грядущем. Это два пируши, которые мы здесь получили. Относительно пируши Мальбима я хотел добавить, что Мальбим пишет вещь, которая связана с Махлокисом Ахроним, с Махлокисом наших последних комментаторов, Орахаем и Гагро. Гагро, в принципе, халык на этого Мальбима. Потому что Мальбим говорит о том, что Гашгаха протит, она одинакова для плохих и для хороших. Уже начиная с Решоним, Рабейна Бахаей пишет, что есть 10 даргот, 10 уровней Гашгаха протит. Есть 10 уровней раскрытия, влияния, которые Всевышний раскрывает в мире. Здесь надо понять, что есть два мира Гангаги, два способа управления Всевышним миром. Один способ через законы природы, законы Ньютона, Эйнштейна, Гейлисака, Бойлемариота и всех остальных, и правила Марковникова, которые говорят о том, как Всевышний управляет миром через те законы, которые остановил всем дни творения. И эти законы не меняются. И по этим законам Гакодыш Бругу управляет всем миром и всем человечеством. Это называется Гангага Клолит, общее управление, или Гангага Альедей Кахавим и Музалот, управление посредством звезд и созвестий. Созвестие Мазаль – это то, что Назель Минэшамай, которое льется с небес, независимо от поведения человека в этом мире. И в этом управлении Гангага Клолит, или Гангага Альедей Кахавим и Музалот, нет места для Гашгаха Пратит. Одновременно с этим есть второе управление, которое называется уже не Гангага, а Гашгаха, и которое связано с Пратит, с каждым конкретным человеком, в зависимости от того, как он себя ведет, что он делает и так далее. И Всевышний добавляет к общему, к общей Гангаге, добавляет или иногда ее полностью битулирует, иногда ее полностью убирает. Например, во время рассечения моря, когда евреи выходили из Египта, эта Гангага была полностью, законы природы были полностью отменены, и в этот момент море, вместо того, чтобы течь, как река должна течь, оно вдруг стало дыбом, на дыбы, как лошадь, и произошло совершенно новое изменение мира. И такое изменение бывает как по отношению ко всему народу, так и по отношению к единицам. И это две разных виды Гангаги, которые гармонично сочетаются в мире по той гармонии, которая изобрела мудрость Творца во время творения мира. И она продолжается постоянно. И мы видим, что с разными людьми она происходит по-разному. Например, был человек по имени Рабиханина Бендос, такая известная, легендарная личность из Талмуда, дочка которого однажды сказала папе, вот я по ошибке налила уксус вместо шемена, вместо масла, и зажгла шаббатные свечи, уже наступил шаббат, я не могу добавить туда масла, забрать уксус, так что мы будем без свечей, не знаю, что теперь делать. Она была очень расстроена, поскольку по законам природы уксус не горит. Ответил Рабиханина Бендоса, какая проблема? Тот, кто сказал гореть шемен, он скажет гореть уксусу, и уксус прогорел до следующего шаббата. Свечи горели прекрасно, поскольку Акадашбургу действительно все равно, что будет гореть, уксус или шемен, никакой разницы нет. Но по законам природы шемен горит, а уксус не горит. Неважно сейчас почему, но так Всевышний создал эти законы природы. Уксус – это кислота, там слишком сильно окисленный элемент, поэтому там уже нельзя добавить кислорода, поэтому он физически, по законам физики и химии, гореть не может. Тем не менее, для Рабиханина Бендоса, которому нужен был свет, и его бетахон, его вера во Всевышнего, его понимание, все того, что Акадашбургу решает вопросы так, как ему хочется. И законы природы – это только часть проявления воли Творца. Когда Рабиханина Бендоса находился на этом уровне, у него свечи загорелись и прогорели до следующего шабата. Если кто-то сегодня из наших женщин решит, что они зажгут свечи из уксуса, поскольку какая разница Всевышнему, что зажигать, уксус или шемен, то я боюсь, что свечи не прогорят до следующего шабата, а погаснут несколько раньше. Поскольку, говорит Рабейн Абахаи, что с разными людьми Всевышний обращается по разным законам. С людьми типа Авраама Вину, типа Рабиханина Бендоса, он обращается так, что, скажем так, 90% его влияния – это хашгаха-пратит, а 10% его влияния – это законы природы. С другими людьми он обращается так, что 10% – это хашгаха-пратит, а 90% – это законы природы. С третьими – 99,9% в периоде – это законы природы, и только немножечко – это хашгаха-пратит. Поэтому это очень зависит от уровня человека и так далее. Но существует разница между Ам-Исраэлем, народами мира, животными и так далее. Настолько, что Шита Гагро, Гаон говорит, что по отношению к животным вообще нету хашгахи-пратит. Акодыш Борогу не следит за каждым конкретным животным, а следит только за видом, решает, какому виду, когда вымереть и так далее. Но за каждой конкретной птицей, за каждой конкретным человеком, львом и жирафом, он не следит и не функционирует это через хашгаха-пратит. В Мальбиме написано иначе. Ворох Хай Макадош написано в комментарии на Торо иначе. Он приводит Зохр, где написано о том, что когда Рабишиман Бараяхай вышел из пещеры, первый раз или второй, я не помню, то он увидел, как птица попала в сеть к птицелову и услышал, как птица обращается ко Всевышнему с молитвой и говорит, что у нее птенцы погибнут, если она сейчас не сможет вернуться домой и кормить их. И сеть распустилась, и птица улетела на свободу. И Лихойра в Зохре написано, что Акадош-Браву слышит молитвы птицы и следит за каждой птицей и решает, что с ней делать. Агро объясняет, что каванат Зохара, что это гашгаха на животных, вот это вот частное влияние на животных, оно связано на каждого конкретного животного только в связи с птицеловым, в связи с тем евреем, который воздействует в это время. На народы мира гашгаха пройти много ниже, чем на народ Израиля. На народ Израиля много ниже, чем на Рабиханина Бендоса или Авраама Вину и так далее. Но, тем не менее, существует гашгаха, которая находится в разном виде. Поэтому, так как объяснил Гаон Мивильно этот пасук, слиха, так как объяснил Мальбим этот пасук, что Всевышний одинаково смотрит на Раим, в Атавим, это одна из шитот, которая существует, одна из точки зрения, которая существует у Ахроним и очень сильно придерживается хасидизма. Он на этом строит целый мигалхим. Но Гаон Мивильно не может так объяснить пасук, поскольку его шитот, его точка зрения, что гашгаха пройти на Тавим и на Раим, на хороших и плохих, она совершенно разная. Есть гашгаха, которая работает на Авраама Вину, есть гашгаха, которая работает на нас. Дерих Агав. Это написано не только у Гагро. Это начинается с Рабейна Бхэй, с Рамбана, с Рамбома. Это написано у Ришоним, что это совершенно разные ажгаха протис. Поэтому они идут по совершенно, Гагро идет по совершенно другому пути объяснения этого пасука. Он объясняет, что во всяком месте присутствуют глаза Всевышнего, имеется в виду, что ты можешь подумать, что Всевышний не реагирует на зло и дает злодеям счастье и успех в этом мире, так знай, что это связано совершенно с другим. Если ты видишь, что есть цадик, которому плохо, и Раша, которому хорошо, то объясняет Гаон Мивильно, что в этом пасуке сказано, что Альтидак, не бойся этого, а Кодыш Бару следит за каждым из них и дает разные сворот, разные причины и по-разному действует. Но Раша получает награду в этом мире, чтобы потерять ее в мире грядущем, а цадик получает наказание в этом мире, для того, чтобы оставилась вся награда в мире грядущем. И это гашгоха, которой он следит за ними. Но, безусловно, гашгоха разная и не так, как написал Мальбим и Лихойра за Гагро, ров решением, которых я знаю. Может быть, есть какие-то решения, которых я не знаю. Окей, поэтому пируш этого пасука должен быть совершенно разным. Теперь посмотрим еще один пасук, я думаю, мы успеем его разобрать. Четвертый пасук говорит... Думаю, будет тяжело разобрать сразу. Он говорит так. «Кроткость языка – дерево жизни, а коварство в нем – сокрушение духа». Как-то он его перевел. Теперь смотрим, как это объясняет Мальбим и что имеется в виду. «Марпэ лошон». «Марпэ» – это слово, которое можно перевести двумя способами. Первое слово «марпэ» – это «мягкость». «Лошон» – языка. Это «эцхайм» – это «дерево жизни». «Веселовба шеверберуах», а затвердение, сворачивание языка, разбивается в руахе. Теперь посмотрим, что имеется в виду. «Митсуяр», говорит Рамбов. Здесь в этом пасуке написано, что «селовшель лошон» имеется в виду. Язык, который склоняется от своего пути и говорит лошенгору и рахилут. Вот этот вот язык и тем более тот язык, который разговаривает вещи о дьотшанот, о каких-то запрещенных мнениях, об обой дезоре и тому подобное. Вот этот вот язык, он разбивает руах. Он разбивается об руах. Руах человека, дух человека. Ширухо – нишбар. У человека есть несколько видов души. Так вот этот вид души, который называется руах, он ломается. И на него начинается болезнь. И этот человек не шалэм, он не цельный, не полный. Потому что Микалкельбек, Ахот, Нефиш, тот, который портит свои духовные силы, силы своей животной души. Он разбивает свою животную душу. И это не так опасно, как разбивание духа, руаха. Короче говоря, Нефиш – это Нефиш бремит. И ее разломать – это не так плохо, как разломать руах, который Нефиш и лакит. Однако, улам – это дерево жизни – это лекарство для тех, у кого заболел язык. То есть, человек занимается торой. И мудрость, которая является Эцхаем, для тех, кто за нее держится, она вылечивает язык человека. Как Эцим Труфаим Мерапим Холь Махала. Как какие-то виды таблеток, какие-то виды лекарственных трав вылечивают все болезни. И человек, который не пользуется этим для вот этого вылечивания, посредством, из-за чего он не пользуется, лечением Эцхаем, то есть торой, из-за питы Лошона, из-за того, что его язык все время соблазняет. Он не сможет кушать от дерева жизни, но только он ест от дерева познания добра и зла, которые приводят смерть в мир. И посредством Бааль Лошон Решон Шиу Нахаш. И происходит это из-за Нахаша, из-за змеи, который был первый высказыватель Лошин Вора. И это Мисалев Балашон, это человек, который искривляет путь своего языка. И это Симан, знак того, что его внутренний дух, Роах, разломлен в нем и превратился в Роах Раа, в дух зла. Теперь еще раз, что говорит нам Мальбин? Он говорит, что человек, который использует язык не по назначению, для каких-то злых высказываний, тем более для высказываний о Войде Зойре, то единственное лечение этого, он ломает, но ломает не просто ломает свою душу, он ломает верхние слои своей души. Не самые верхние, самые верхние невозможно сломать, но он ломает второй снизу уровень души, который называется Роах. И если ломается животная душа, то это плохо, но это не так страшно, как ломается более высокий слой души. Какое лечение для того, чтобы вылечить эту часть своей души? Лечение, которое запрограммировано, это лечение прилепиться к Эсхайм, прилепиться к Дереву Жизни, то есть к Торе. Тогда Тора будет его вылечивать, но человек, который не может прилепиться к Торе, по той причине, что язык продолжает сворачивать в сторону, то в этой ситуации у него нет никакого лечения, и это привезет к тому, о чем он говорит, что сворачивание разбивает этот Роах, и разбитый Роах очень тяжело склеить. Возможно, но очень тяжело. Говорит Хагро. Он идет по такому пути. Он говорит Марпел Ашон. Пируш. Объяснение. Тот, кто согрешил своим языком Лошенгоре или Рахилутом. Гарфуа. Какое лечение от Лошенгоре? Это Эсхайм, то есть, чтобы он постоянно говорил слова Тора. Человек, который Салевба, Пируш. Мисалев. Он сворачивает с этого пути. Мисалев Лошенго. Он шавер Роахо. Он разбивает, разламывает свой Роах. Роаху. Икар. Гамивила и дай митсвы. Роаха – это главная часть, которая приводит человека к митсвы. Но Мисалев Лошенгоре, человек, который сворачивает этим языком, он разбивает свой Роах, и он не может уже желать говорить слова митсвы. И поэтому все гдеримши Асула и ее Бетелию, все гедры, которые он сделает, если у него не будет слов Тора, будут гедры, заборы, ограждения, превратятся в двори Бетелию. Кшапашек от пивки, гумисалев, как только он откроет рот, потому что он свернул с правильного пути. Для того, чтобы понять это, нужно, во-первых, вот эта проблема. Я опять не успею закончить. А мы откроем сейчас Гемора Эркин на Дафи Тетвав. Не то, что это нам полностью поможет, но есть Гемора, которая говорит. Тет Вахуну Бейт. Говорит Гемора. Она там очень много говорит про Лошенгору, и разные, не самые лучшие высказывания высказывает. И, наконец, он говорит. Ома Раби Хама Барханина. А, нет, секундочку. Секунду чуть раньше. Эйн хец эла Лошен. Не называется стрелой, а только язык, про который сказано. Хец шахут лошенам. Стрела, которая режет, это язык человека, который говорит мирма, который говорит ложь. Вээн гибор эла акодыш бюргу. Гибор – это силач, это только акодыш бюргу, как сказано. Гашемки гибор ецека халэра тамим. Айну гейном. Что акодыш бюргу, он выходит как силач и выжигает Авера Лошенгора с помощью гейнома. Говорит Раби Хама Барханина. Матэ канато. Какая такона, какое исправление человек, который говорил Лошенгору. Тех, кто говорил Лошенгору. Отвечает гибор. Им талмит хохамгу. Если он талмит хохам, ясок бы тора. Если он мудрец тора, то пусть занимается торой. Как сказано. И приводится наш шпасук из Мишлы. Марпэ лошон эцкаин. Вээн лошон эла Лошенгора. То, что вылечивает язык, это эцкаин. Язык – это Лошенгора, про которое сказано. Хец шахут лошанам. Что эта стрела, которая режет, это их язык. Вээн эц эла тора. А эц – это тора, как сказано. Эц хаим и ламагзикин ба. Дерево жизни тех, кто за него держится. Вим амарец. А если это не талмит хохам, он не сильно может заниматься торой. Он амарец. То ешпиль даату, он должен принизить свой даат. Уменьшить себя. Бороться с гаевой. Шин амар. Весалав ба шевер. Тот, который сворачивает, он разбивает рог. Он разбивает рог. Рог имеется в виду, как комментирует Гемора, не как Мальбим и не как Гаон. Это очень интересно, что мифоршам иногда объясняют псуким не так, как объясняет Гемора. И я не знаю, откуда они взяли свое объяснение. Лихора, здесь у нас написано, что означает вторая часть пасука. Салев ба шевер рог. Что тот, кто сворачивает с правильного пути языка, он разбивает рог, объясняет. Тот, кто принижает себя, объясняет Гемора, он разламывает свой высокий дух. То есть он разламывает, принижает себя. И тем самым он, Митакен, он исправляет Авейру Лошенгоры. Так объясняет этот пасук Гемора. И Мальбим и Гаон пошли по другому пути. Теперь я не знаю, мне нужно еще минут пять. Это возможно или возможно? Тогда мы должны обратиться к первому перику, 23-му пасуку. В первом перике... Какому пасуку я сказал? Кавгимал. В первом перике есть такой пасук, который говорит... Попробуем его как-то сейчас объяснить, потому что здесь нам раскрывается пшат, который дает Гаон в этом пасуке. Он говорит... Момент, я вначале по-русски скажу, как это звучит. Он говорит... Обратитесь к моему наставлению, вот и залью я на вас дух мой, возвещу вам слова с моей. Так? Объяснение, простое объяснение, перевод пасука. Гаон говорит, что есть три упомянутых раньше вещи. Каждого из которых, про каждого из которых, говорит сейчас Шлома Мелых, как ее лечить. Человек, который... Первая часть людей согрешивших, это те, которые... Их соблазнил их Ецергора пойти за Таовой этого мира. Про них сказано... Возвратитесь благодаря моей Тахихи. Что их рафуа это лишь бор Таова. Разломать свою Таеву и свой Ецер. И для этого помогают слова Тахаха и Мусар, слова Мусара и слова Упреков. Мимейла автоматически. Это сломает их Таеву, как мы уже говорили. Вторая. Йильне абиэм лахэм рухи. Вот выскажется вам мой Руах. Это речь идет относительно людей, которые называются Балейлийцанут, Вейшвей, Кранот. Те люди, которые говорят на смешке и сидят где-то там в непонятных Кранот, в непонятных углах. И у них нет никакого Таева Аламазы. Они не получают удовольствия от этого мира тем, что они будут жрать или вступать в запрещенные связи. Или жрать глад не кошер, свининку и так далее. Но у них есть другая Ецергора, которая рожается в Лейцануте. То есть у них есть хэмда, говорить какие-то глупости и так далее. Их Руах не успокаивается до тех пор, пока они не скажут какую-то гадость, Лейцанут и так далее. От этого они получают успокоение своему Руаху. Смысл этого. Потому что каждая вещь, которую делает человек, ему дается... Сейчас главная часть Гаона. Ему дается Руах. Ему дается Руах сверху, который помогает ему сделать подобные вещи тем, которые он сделал. То есть человек делает какую-то вещь, он получает дополнительные силы, дополнительный источник для подобных вещей. И это Руах, он не успокаивается до тех пор, пока подобные вещи не будут повторены и сделаны. И это его Гаоно, это его удовольствие, которое получает Руах. Поэтому нужно знать, что есть Нахат Руах, который производится человеку от Митсвы или от Аверы. Человек, который делает Митсву. И он не получает... Это не вкусная Митсву. Он не Митсву, он их Шаббас съест торт в Шаббат. Какая-то другая Митсву, но он получает удовольствие от этой Митсвы, потому что Руах, который ему дан сверху для этой Митсвы, получает это удовольствие. И то же самое Бедвар Авера. И то же самое с преступлениями. Человек, который сделал какой-то Аверы, ему дается дополнительный Руах повторить эту Аверу, что-то подобное совершить. И этот второй Руах не успокаивается, пока он не сделает эту Аверу. И это его Ганоа. И это то, о чем сказано. Митсва влечет за собой Митсву, Авера влечет за собой Аверу. И всякая Авера, чем выше эта Авера, тем выше дух, который Руах, который приводит, рождается от нее. И тем выше желание повторить эту Аверу и сделать ее. И то же самое с Митсвой. В зависимости от величины и к души Митсвы, разный Руах и разная Таева сделать эту Митсву. Знай, что Митсва, самая большая из всех Митсвов, это Митсва изучения Торы. И наоборот, дворим бетейлем, лейцанут, лошенгора, вот эти вещи, пустые слова, насмешки и лошенгора, это обратное понятие Торы. Поэтому есть огромное Ганоа, огромное удовольствие, которое получает человек от дворим бетейлем и лейцанута, насмешек дворим бетейлем, больше, чем от всех остальных Аверот он получает, от пустых трепов. Несмотря на то, что в нем нет никакого удовольствия этого мира, это невкусно, ничего такого нету. И тем не менее, удовольствие фантастическое. Но из-за этого растет Руах Тума, дух нечистоты, который растет очень сильно. И поэтому рождается желание повторять дворим бетейлем, насмешки и лошенгора. Наоборот, этому Тору, что она Маянновэ, это источник, из которого все растет. Поэтому сказано, что в Торе тоже нету Аламазы, удовольствия этого мира от Торы нету. Но при этом Тора рождает вот этот новый Руах, который Шовер, который разбивает предыдущий Руах. Поэтому лечением для лошенгора, лейцанута и так далее является Талмуд Тора. Потому что она рождает тот Руах, который подобен этому. И который убивает Руах дворим бетейлем. И это то, что сказано, что Тора Мишабер Руах. Гемора говорит, Гаон очень понятный теперь. Гемора говорит, что если человек не Талмуд Хохом, то каким образом он может бороться с лошенгорой? Торой он не может бороться, потому что он не сможет этого сделать. Но когда он принижает свой Руах, когда он унижает себя, то есть он работает против Меды Гаевы, то это работает примерно таким же способом. Тот Руах, который у него родился от прошлых дворим бетейлем, поскольку он убирает в любой Руах, который у него есть, Руах Гаевы, то этот Руах тоже уменьшается, ему легче с этим бороться. Дальше у меня нет времени об этом говорить. Гаон говорит о том, что это работает не после того, как сказано лошенгора. Лерапот лошенгора, сказанное об Эмезе, практически невозможно. Это в рукописи Абгаона, которая хранится в Вене, написано. Но речь идет о том, что это лекарство, как профилактическое лекарство, для того, чтобы не говорить лошенгору. Таким образом, мы с вами дошли до предложения номер какого? Номер 4 главы Тет-Вафф, 15 главы, и на этом мы кончаем. Я извиняюсь за задержку. Начнем в следующий раз с предложения номер 5. Е. Ширковых. До новой встречи.